Всем привет! Меня зовут Даша, и в этом видео я хочу рассказать о том, как я поступила и прохожу обучение в ВУЗе Словацкой Республики. Я украинка, учусь в Словакии в городе Банской Быстрице на экономическом факультете уже на втором курсе. Моё обучение проходит на словацком языке, так как для иностранных студентов бесплатное обучение возможно только на словацком и только на бакалавриате. Есть, конечно, возможность учиться и на английском, но не бесплатно. Сумма составляет вроде бы как 30 евро. Но мой уровень английского тогда еще не позволял учиться на нем, поэтому я выбрала словацкий. Условия поступления в словацкие вузы сильно не отличаются, но я буду больше рассказывать именно о университете Матея Белла. Подавать заявку вы можете в три университета в любом городе Словакии. Я подавала только в УМБ на экономический факультет и на международные отношения. Экономический у меня был в приоритете, международный, можно сказать, как спасательный круг, потому что я точно знала, что туда поступлю. Приклажка изначально подается в электронном виде через сайт самого факультета, либо через Айзва. Айзва – это сайт для студентов, чуть позже о нем расскажу. К этой приглажке нужно будет еще прикрепить животопис. Животопис – это, можно сказать, как анкета. Ее можно заполнить на любом сайте. Просто вбиваете в гугле животопис и выбираете любой. Она бесплатно заполняется. После заполнения формы и отправки заявки, вам сразу приходит на почту документ с вашими данными и счет фактура для оплаты этой приглажки. Цены на разных факультетах отличаются. Моя приглажка на экономический факультет стоила 25 евро, насколько я помню, на международные отношения 60 с чем-то. Но с каждым годом цены могут меняться. После этого я отправляла свои документы на адрес выбранного мной университета. Экономический факультет требовал такие документы, как аттестат, вкладыш к нему, либо диплом-вкладыш к нему, табеля за 4 последних года в школе. Эти документы должны были переведены и заверены государственным переводчиком Словакии. С этим всем я сама не разбиралась. Мне помогли мои курсы словацкого языка, потому что с этим разобраться сложно. Я и вам советую заниматься подготовкой и подачей документов через уполномоченное агентство, либо через языковые курсы. Габы не парить себе мозги и поберечь свои нервы. После этого назначается дата вступительного экзамена. На экономическом факультете у меня было вроде бы 14 июня. На международных отношениях не могу сказать, точно не помню. Ну, раньше, чем 14 июня, где-то в июне. Кстати, в некоторых университетах может быть и устный экзамен, либо вообще экзамена может не быть, например, как на филологическом факультете. Ближе к дате экзамена мне пришло приглашение на сам экзамен, где было указано время, дата и место проведения. Экзамен состоял из двух частей. Первая часть была на тему экономики, вторая часть на иностранном языке. Его вы выбираете сами. Это может быть английский, немецкий, либо русский. Я, конечно же, выбрала русский. На иностранном языке вопросы не тяжелые, там грамматика и истории России немного, так как я выбрала русский. У каждого студента есть свой личный номер, по которому он может потом зайти, посмотреть свои результаты. Также он подходит для сайта Айс-2. В этот же день, когда я написала экзамен, я уже вечером узнала свой результат. Максимум можно было получить 120 баллов, но словакам еще добавляют там вроде бы как 20 баллов за их матуриту. Матурита это, как у нас, ЗНО, либо ЕГЭ. Кстати, результаты вашего ЗНО не важны для поступления. Я сдала экзамен на 95 баллов, поэтому меня приняли. И через пару дней мне пришло письмо о том, что меня приняли в университет. И я была очень рада, конечно. И с этим документом я уже могла подаваться на ВНЖ и ехать домой со спокойной душой. Студент ВМБ получает вид на жительство на 3 года. Дальше мне уже оформляли Айсик. Это карта международного студента, которая дает очень много привилегий. Например, скидки в магазинах, бесплатный проезд на поезде, либо скидки на общественный транспорт, скидки в кафе, в магазинах, ресторанах и прочие вообще суперкарты. За эту карту я заплатила вроде бы 25 евро. В начале сентября у меня уже была запись в университет, на которой нужно было обязательно присутствовать. Там все себе выбирали предметы, которые хотят изучать в летнем и зимнем семестре. Получали карту студента и слушали информацию об университете и как будет проходить наше обучение. Предметы вы выбираете B и C. А предметы — это главные предметы, их вы не можете выбрать. B и C предметы даются на саморазвитие и чтобы набрать достаточное количество кредитов. Также C предметы вы можете выбирать и на других факультетах. Система оценивания в Словацкой Республике состоит из кредитов. За год нужно набрать минимум 40 кредитов, а за 3 года — 180. Поэтому лучше берите столько предметов, чтобы у вас получилось в год 60 кредитов. Что такое кредиты, вы сами поймете, ничего в этом сложного нет. Я просто не хочу сейчас тратить на это время. Да, поначалу непонятно сложно, но поверьте, ничего сложного нет, и за это никакие деньги выплачивать не нужно. Еще хочу добавить, если вы вдруг не сдаете какой-то из А предметов, у вас есть возможность его пересдать. Если все-таки не получилось его даже пересдать, то вы можете его перенести на следующий год. То есть вы будете его учить еще и на следующем курсе. Если вы его не сдали и на следующем курсе, то вас не переводят на следующий год. До начала учебы нам нужно было создать себе график предметов. Это делается в личном кабинете на сайте АС-2. Дается график для всего потока, по которому вы уже можете составлять себе график. Советую не откладывать это на потом, потому что могут занять все-таки ваше место, удобное вам время. Учеба начинается в середине сентября, где-то примерно 16-18 числа. Чтобы не потеряться первые дни в университете, можно скачать себе карту самого университета и таблицу с кабинетами. У студентов есть возможность пользоваться библиотекой при университете. Для регистрации мне нужен был ICIC и 5 евро, и после этого я уже могла пользоваться книгами. Книги можно заказывать на сайте библиотеки, но с этим сайтом я не разобралась и делала вид, что я ничего не понимаю, я же иностранка, помогите, подскажите. Ну, в Словакии люди добрые. Она меня не послала и дала мне книги. Так, дальше. Обучение состоит из преднашек, это лекции и семинаров. Семинары, можно сказать, как на практике изучения. Лекции и семинары длятся полтора часа. Большинство студентов из Украины и России поступают в университет без предварительного изучения словацкого языка, так как язык очень похож с украинским и русским. Но все-таки курсы словацкого языка мне очень помогли. В середине семестра у меня уже были экзамены по главным предметам, а в конце семестра уже идет сессия. Если вы хотите поступать на экономический факультет, и вам интересно, какие же лучше взять B и C предметы, чтобы они были интересными и легко было их сдать, можете написать мне, я оставлю свою ссылку на инстаграм, и я могу вам посоветовать, какие же лучше всего взять. Хочу сказать, что обучение все-таки сложное, но возможное. Я, например, математику никогда в жизни не понимала, не давалась она мне, но даже с такими проблемами у меня получается учиться. Да, мне нужно больше сидеть над книгами, искать переводы, читать много информации, но у меня получается, поэтому я думаю, и у вас все получится. Преподаватели в университете очень хорошие, они любят свою науку и готовы дать поделиться ею со студентами. И когда они видят, что студент учится, ну что-то не получается, ну он старается, они всячески готовы помочь. Есть даже возможность записаться на личную консультацию к любому преподавателю. Если вы вдруг не поняли какую-то тему, либо не знаете, как решить задачу, вы можете прийти, и вам все объяснят еще раз. Дистанционное общение с преподавателем возможно через почту Outlook. Каждому студенту выдается его логин и пароль. Также с этим логином и паролем вы можете входить в компьютеры в самом университете, например, на предмете информатика. Так что не забывайте его. Этот пароль вы найдете в личном кабинете на сайте ICE2. Информацию по каждому предмету, либо презентации, домашние задания вы можете найти на сайте LMS. Что мне очень нравится в этом сайте, так это то, что презентацию по предметам, которые мы изучали на лекциях, мы можем открыть дома и прочесть, и нам не нужно даже брать книги. Для каждого предмета есть свой пароль, который вводится однократно. Его выдают на первых занятиях, поэтому я советую приходить все-таки на первые занятия, потому что вы многое можете упустить. Да, и на все занятия лучше ходить. На экзамен вы записываетесь тоже через сайт ICE2. Дается несколько терминов на экзамен. Вы выбираете себе самое удобное время в удобный день. Также на этом сайте вы можете увидеть результаты экзамена. В университете также есть столовая, кафе и маленькая зона отдыха. Что мне еще нравится, так это то, что университет устраивает разные мероприятия, встречи с успешными людьми, разные конференции и тому подобное. Также есть возможность от университета учиться по программе Erasmus+, либо Walk & Travel. Проживание. Университет Матая Белла предоставляет общежитие при университете. В общежитии, где живу я, это общежитие номер 3, стоимость трехместной комнаты составляет 59 евро. Есть также возможность жить в одноместной, стоит она 66 евро в месяц. При заселении нужно заплатить за целый семестр, это за 5 месяцев. Но для проживания в общежитии нужно заранее подать заявку через ICE2. Если вы еще в раздумьях, ехать в Словакию или нет, едьте без каких-либо сомнений. Поверьте, как бы страшно поначалу не было, это будут ваши лучшие студенческие годы. Здесь вы найдете друзей с разных уголков мира, узнаете для себя очень много нового, станете намного самостоятельной. Если вы собираетесь ехать в Словакию, либо уже приехали и не нашли себе друзей, пишите мне. Я буду очень рада новым знакомствам и, может быть, смогу помочь с какими-то вопросами, связанными с полуниверситетом. Также, если будут какие-то у вас вопросы, связанные с университетом, пишите мне в комментарии, либо в директ в инстаграме. Я с радостью отвечу. На этом все. Я надеюсь, я вам чем-то помогла. И удачи!